Тема ямочного ремонта. Приборки улиц, аварийных домов и устранение последствий воскресного урагана. Представители сразу всех сфер городского хозяйства впервые собрались вместе на встречу с журналистами, чтобы ответить на все интересующие вопросы. Артем Миронов расскажет подробности. Эти кадры были сняты во вторник. На 15-й дом по улице Ключевой в Вересниках во время воскресного урагана упало большое дерево. В результате пробило крышу. Жители многоквартирного дома три дня звонили в свою управляющую компанию, чтобы дерево убрали и отремонтировали крышу. А в управляющей компании предложили жителям собрать 50 тысяч рублей на самостоятельный ремонт. Вот они узнали, что у нас звонок записывался и, видимо, вот быстренько нашли деньги. Сначала говорили, что денег нет и ремонтировать они не на что у них. И сегодня утром приехали. В среду вечером оказалось, что рабочие из управляющей компании все же приезжали к 15-му дому на Ключевой, убрали рухнувшее дерево и заделали дыры на крыше. В городадминистрации прокомментировали, вовремя исправили ошибку. Мы с такими товарищами управляющими компаниями, которые, извиняюсь за выражение, как просто беспределно назвать нельзя. Поэтому никто, естественно, скидываться не будет для решения этого вопроса. А вот жители дома номер 6А по улице Северосадовой после решения чиновников запереживали. Накануне из-за угрозы обрушения в их доме ввели режим повышенной готовности. Причем жители утверждают, что о проблемах с фундаментом и растущими трещинами на стенах между панелями начали кричать еще лет пять назад. Как услышишь треск, сразу выходим на улицу и все. Треск, вот и услышим, вот спишь, спишь, и раз такой, такой треск вот, прямо раз, и все. И со страха встаешь, встаешь, куда деться, не знаешь. Земля, видите, туда она вся падает, туда земля усыплется, вон видно. И сейчас дом, получается, стоит то ли на сваев, то ли сваи, которые в воздухе болтаются. Однако в городадминистрации к этой проблеме относятся сдержанно. На встрече с журналистами Олег Симаков заверил, режим ЧС был введен для ускорения старта капремонта. Специалисты очень внимательно наблюдают за поведением данного дома. Там нету угрозы жизни и здоровья людей, но нам необходимо подготовить весь пакет документов, чтобы в соответствии с федеральным законодательством все-таки капитальный ремонт не в 2034 году проводить, а более на ранних стадиях. Что касается общегородских проблем, то одна из самых актуальных по-прежнему ямы на дорогах. И популярные комментарии в соцсетях, кажется, никому до них нет дела. На улице Менделеева во всю полосу движения растянулась глубокая яма. Объезжать ее приходится по встречке. На Московской рядом с перекрестком с хлебозаводским проездом глубокие ямы уже давно вынуждают водителей совершать экстремальные маневры. А еще опасные ямы на Щерса, производственной или на въездах во дворах на проспекте строителей. В дирекции дорожного хозяйства соглашаются. Объем работ по ямочному ремонту надо увеличивать. Я думаю, что в ближайшее время мы пересмотрим какие-то объемы, да, и какой-то еще дополнительный будет. Те планы, которые принадлежат для подрядчиков по ямочному ремонту, скажем так, до 5-го числа, они будут выполнены. Но, повторяю, понимаем, что объем необходим гораздо больше, чем сегодня мы делаем. В последнее время многие кировчане в социальных сетях жалуются и на пыль с грязью в городе. Жители Ленинского района даже попросили отказаться от празднования дня рождения теруправления Ленинского района, чтобы направить бюджет просто на приборку. А на тротуаре вдоль Щерса очевидец снял, как грязь лопатами, пусть не по правилам, но прибирают обычные жители. В администрации заверили, подрядчики обязательно приберут весь город, причем в короткие сроки, ко дню города. День города у нас уже практически через две недели определенные моменты, о чем вы озвучили, остаются. Но эти проблемные места нам известны. Мы совместно с территориальными управлениями работаем. Где-то образуются несанкционированные свалки, на самом деле мы их ликвидируем. Но хотелось бы еще раз, повторюсь, наверное, пользуясь случаем, еще раз призвать наших жителей города активнее участвовать в наведении порядка на городской территории. Кроме того, представители сферы городского хозяйства на встрече с журналистами также прокомментировали проблемы благоустройства дворов, новых мусорных тарифов и повторной обработки парков и скверов от клещей. Расширенная встреча представителей сразу нескольких сфер – коммунальное, благоустройство и дорожное – в администрации города прошла впервые.